В куклы играть ей неинтересно, куда занятнее творить их своими руками. Маша Кравчук внимательно следует указаниям мастера. Делает крылья своей кукле ангелу. Это уже не первая тряпичная игрушка, которая она создает своими руками. На мастер-класс в Доме народного творчества пришла, чтобы оточить свое мастерство. Девочка говорит, что такой вид деятельности для нее большое удовольствие. Мне кажется, куклы, они вырабатывают терпение. Ну, чтобы все четко, правильно сделать, чтобы ниточка за ниточкой шла. Чтобы все было четко, без всяких узелков, лишних помарочек. Чтобы вышло все равно красиво, чтобы приятно было делать эту работу. Я коллекционирую ангелочков, и этот ангелочек я положу в свою коллекцию. Этот мастер-класс проходит в рамках празднования юбилея Союза мастеров при Байкале. По программе запланирован целый ряд подобных мероприятий. Начать юбилейные уроки именно с куклы решили не случайно. Мастера говорят, куклы сделать легко, в отличие, например, от народного костюма. Но именно через нее можно доходчиво рассказать историю развития народного промысла. Ведь кукла развивалась вместе с обществом. Были сперво обрядовые и лишь потом игровые куклы. Первые такие игрушки были безликими. И рисовать им глаза и рот считалось плохой приметой. Кукла считалась маленьким человечком. Естественно, если маленькому человечку еще глазки подрисовать, то он может ожить. Но это не всегда полезно считалось. То есть, лик у куклы считался очень опасным. Если то, что неизвестно, какую мысль, какую молитву, и вообще, что хотела туда девочка заложить. Или девушка, или женщина. Рисовать лицо кукли начали лишь после того, как общество стало более сознательным, говорят мастера. И перестало бояться языческих предрассудков. В старину обязательным также было делать куклу из старинных тряпок и изношенной одежды. Тогда игрушка приносила счастье своему хозяину. Сегодня же у мастеров на столе современные материалы. Кусочки сица, хлопка, льна, капроновые и шерстяные нитки. Вата и синтепон. Самых красивых кукол, которые изготовят ученики, передадут в галерею Союза мастеров Прибайкалья. Ирина Агапончик, Мария Войцешко, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас. Продолжение следует...